Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего. Получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верую Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он на земле, обитованный, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обитования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к произнятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и при том омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти умерли в вере, не получивши обитований, и только издали видели онные, и радовались, и говорили в себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, от которого вышли, то имели бы и время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семья». Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил Его признаменование. Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исаава. Верую Иаков, умеряя, благословил каждого сына Иосифова. И поклонился наверх жезла своего. Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верую Моисей, по рождении три месяца, скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую перешли они Черное море, как по суше, над что, покусившись, египтяне потонули. Верую пали стены ерехонские по семидневном обхождении. Верую рау блудница с миром, принявшись соглядатаев, и проводивши их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефаре, о Давиде, о Самуиле, других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших, своих воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, и также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепилываемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горах, по пещерам и ущельям земли, и все эти свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Слава Богу, братья и сестры, здесь все так ясно, четко, и достаточно сказано, чтобы все понять, насколько Бог много сделал для моего и твоего спасения, дорогой друг, и на какой он высокий уровень поставил детей своих на этой земле. Священное Писание говорит, хочу особо обратить внимание, 13 стишок, «Все эти умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечества, и если бы они в мыслях имели то Отечество, от которого вышли, то имели бы время возвратиться. Те, которых весь мир не был достоин, братья и сестры, считали себя странниками и пришельцами, потому что они узрели что-то. Они видели дальше, чем просто окружавшие их люди, и поэтому их неземной путь очень разнился от окружающих их. Братья и сестры, мы странники и пришельцы на этой земле, и в этот час, как мы живем, в достатке, в мире, все прекрасно, при этой временной остановке, да поможет нам Господь, чтобы нам не остановиться, чтобы нам не остыть, но помнить, что наше Отечество на небесах, что наше стремление – город небесный, то место, которому написано в Священном Писании «Художник и строитель Господь». И еще меня восторгают эти слова, братья и сестры. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все эти свидетельствования в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Так коротко сказано, нечто лучшее Бог предусмотрел. Что это нечто лучшее? Священное Писание говорит, «Избрал народ особый, ревностный к добрым делам, братья и сестры. Такая славная участь принадлежит тебе, дорогой друг, на этой земле. Но да благословит нас Господь, чтобы мы всегда помнили, что наше Отечество на небесах. Слава Ему, честь Ему, благодарение Ему, поклонение Ему всемогущему Богу за такую славную участь, потому что те, которых мир не был достоин, они издали смотрели на то, что было приопределено для тебя, дорогой друг, чтобы совершить на этой земле служение и путь праведный. И я желаю вместе с вами, братья и сестры, просить благословения, чтобы Господь благословил это служение, чтобы Господь благословил каждого на этом месте, посетил каждого, силой присутствия Духа Святого наполнил это место, чтобы мы возрадовались, ликовали, благодарили, славили Его на этой земле, будучи пришельцами на этой земле и стремлясь в небо, в место обитания всех святых. Давайте мы встанем на наши ноги и будем просить благословения. Аллилуйя, слава тебе, вечный Господь! В этот день воскресный, в этот час утрешний святый, мы пришли на это место, чтобы преклониться пред Тобой, Богом святым, Богом живым, Богом чудным, призвавшим нас в чудный Твой свет. Слава тебе! Аллилуйя тебе! Благодарение тебе! Поклонение тебе, Господь! Мы радуемся и восхищаемся, Господь, Тобой, Богом живым, человеколюбимым, многотерпеливым, Господь, и многомилующим, Аллилуйя тебе! Хвала тебе, что ты, Господь, предопределил нашу участь на этой земле нести свет, славить Тебя, величать Тебя и быть достойными свидетелями на этой земле, проповедовать свободу Твою. Аллилуйя! Крамен и рибиди, кламен и громен! И в этот день воскресный, Господь, мы желаем Тебя почтить, Тебя прославить, Тебя возвеличить, Бога живого, чудного, единого, которому нету подобного. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Честь Тебе, Господь, что Ты, Господь, даровал нам участь со всеми святыми, славить Тебя, величать Тебя, находиться в народе Твоем, голубице Церкви Твоей, Господь! Аллилуйя! Тебе! Камен и громен и гирмен и глайса! Аллилуйя, Господь, что Ты предопределил нам, Господь, участь на этой земле славную, Аллилуйя Тебе! Быть пришельцами и взирать, Господь, на вечное, совершенное творение Твое, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Вечный, Святый, Праведный, Единый! Благослови каждое сердце на этом месте, Святый! Мы нуждаемся и призываем Тебя, чтобы Ты наполнил, Господь, сердца народа Твоего, Духом Святым, чтобы в этот день воскресный почтить Тебя, возликовать, Господь, и радоваться в Тебе, Бога живом! Аллилуйя! Тебе наполни, Господь! Проповедующий, Господь, силой Твоей, чтобы на этом месте Слово Твое говорилось в дерзновении силы Духа Святого! Аллилуйя! Благослови поющих, Святый! Благослови хор, Господь, чтобы восклицать перед Твоим именем Святым, увеличать Тебя и радоваться, Господь, с восторгом, Боже, Праведный, Единый! Ибо Ты есть Бог наш, а мы, Господь, народ пасты Твоей, слава Тебе! Величаем Тебя и благодарим Тебя Святого Вечного, Единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Просьба к молодежи, молодежи, хористы, пожалуйста, во время общего пения займите свои места. Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok пришла болезнь, пошли переживания, пришло то горе и беда посредством греха. И мы, люди, живущие также на этой земле, порой подвержены этим. Когда-то Иисус Христос, когда пришел на эту землю, было много переживаний. Было много людей, которые были изранены, были подвержены болезни, переживаниями. Иисус Христос, Он пришел, исцелял. Он давал людям советы, братья и сестры. Но мне однажды я также рассуждал, да, во время Христа хорошо было людям, которые постречались с Ним. Многие исцелились. Но когда прочитывая священное Писание, написано, 28 лет человек лежал болезни. С детства родился слепый от рождения матери. Братья и сестры, и мы не видим вот этих 28 лет страдания этого человека. И мы не видим, братья и сестры, страдания тех людей, которые жили до Христа. Мы только видим, да, пришел Иисус. Он это сделал. Но сколько лет люди жили в этих болезнях, в этих переживаниях, в этих тревогах, братья и сестры. И также мы, люди последнего времени, мы подвержены всем этим. Но у нас есть надежда. Но у нас есть упование. И многие люди, живущие до этого времени, жили надеждой и упование на Господа. Слава Ему! Братья и сестры, придет то время, придет тот час, когда Иисус Христос, Он освободит тех, которые служат Ему. Он освободит от этой плоти, Он освободит от этого тления, Он освободит от этой болезни, от этих скорбей. Но это будет. Это придет то время. И мы, верующие люди, мы верим этому, мы уповаем. И как брат природной сказал, что на земле проходили люди до нас, и называли это временное, называли это греховным, и далеко не укоренялись в этом, потому что их жительство на небесах. И не только их жительство, наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа? Я буду читать Слово Господнее, Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стиха. «Придя же странный кассирии Филиппове, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков?» Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Иоанин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И я отдам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжет на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Братья и сестры, прочитал это Слово Господне, здесь встреча Иисуса с Петром. И не только с Петром, с учениками. Иисус спрашивает, «За кого люди меня почитают?» Одни говорят, одни за Иоанна Крестителя, другие за Иеремию. А Он спрашивает, «Петр, а ты за кого меня почитаешь?» Он говорит, «Ты сын Бога живого!» Слава Господу! Блаженный ты, Петр, потому что не плоти и кровь тебе открыли, а Отец мой небесный. И ты, Петр, камень, и на всем камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Слава Господу! Братья и сестры, и Господь создал церковь, и уже на протяжении более две тысячи лет этот церковь есть. Слава Ему! И врата ада пытались одолевать, не одолели. Они пытаются одолевать, не одолеют. И они будут питаться, чтобы одолеть, не одолеют. Потому что Отец Небесный, Он открыл, что Иисус есть Сын Божий. Слава Ему! Но, братья и сестры, наши, мы люди, мы человеки, и мы живущие на этой земле, и наши переживания о будущем поколении, наши переживания о наших детях, братья и сестры, и как необходимо, чтобы не только они что-то видели, не только чтобы они своими глазами видели или ушами слышали, но как важно, дабы Отец Небесный открылся им. Братья и сестры, это сегодня необходимо. Потому что, когда Отец Небесный откроет сердце молодых людей, когда они уверуют сердцем своим, тогда и врата ада не одолеют. Потому что это есть Церковь Господняя, это есть тот камень, это есть то основание, которое положил Иисус Христос. Слава Ему! Второе место, я буду читать Слово Господнее. Иоанна, 4 глава, 21 стиха, такими словами. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда ни на Горесе и ни в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но наступает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух и поклоняешься Ему должны поклоняться в Духе и истине. Братья и сестры, Иисус постречался с этой женщиной, и Он ей говорит, и там ей было вопросы вот этой женщине. Все люди от начала ждали Мессию, и до этого люди чтили Бога. И многие люди, живущие на земле, они чтят, они кому-то служат, и кого-то почитают за святого. И написано Слово Господне, что Иисус обращается к женщине и говорит, что Бог есть Дух, и поклоняешься Ему, должны поклоняться в Духе истине. Говорит, настало время, настает время и настало уже, когда Бог ищет в Себе таких поклонников, которые бы поклонялись в Духе истине. И Он собрал, и Он собрал много людей, которые вошли в Церковь Господню. И Он сегодня еще зовет, и Он сегодня еще призывает, дабы многие, многие люди стали в этот Церковь, вошли в этот Церковь, чтобы эти люди, они служили Богу в Духе и истине, ибо таковых поклонников ищет Себе Отец. Перед этим я говорил, что народы, люди, окружающие Иисуса, они по-разному оценивали Иисуса, и по-разному они давали Ему оценку. Но когда Бог открыл, тогда Петр говорит, ты Сын Божий. И как важно, братья и сестры, нам не смотреть на окружающих людей, которые окружают нас, потому что люди, окружающие нас, они по-разному оценивают Иисуса. Одни считают Его за пророка, другие считают за какого-то святого. Но, братья и сестры, мы Церковь Господня. Мы не должны, братья и сестры, смотреть на окружающих людей, но мы должны знать твердо, что Иисус Христос Сын Божий, и Он Спаситель наш, слава Иисусу, и мы Церковь Его. Давайте, братья и сестры, будем твердо стоять в этом, чтобы ничто, чтобы никто не смог разрушить веру, потому что мы Церковь Господня, которая врата ада питается разрушать, которая, братья и сестры, врата ада желает ее разорвать и разрушить. Но мы есть то печать, которую положил Бог и сказал, не разруши, пусть Бог каждого благословит. И еще одно место, я прочитаю Слово Господнего. это последнее место, и мы будем молиться. Иван для Матфея, 11 глава, 28 стих. Написано так. Возьмусь 25, извиняюсь, это же 25 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, а открыл Том младенцам, Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение, все предано мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите Иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим, ибо Иго Мое благо и время Мое легко. И здесь Иисус Христос, Он призывает, Он призывает уже тех людей, которые, можно сказать, вошли в Церковь Господню, и Он призывает, придите ко Мне все труждающиеся. Это уже те люди, которые занимаются чем-то, это те люди, которые уже трудятся, и говорит, придите ко Мне труждающиеся, потому что труждающий человек, Он подвержен сомнениям и всяким нападкам сатанинским. Но Господь сегодня призывает всех тех людей, которые стали на путь христианский, которые вошли в Церковь Господню, Он говорит, придите ко Мне труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Братья и сестры, для этого мы и собрали на местность ее, чтобы получать утешение, утверждение в наших служениях, потому что среди нас есть Господь, слава Ему, и Он хочет сегодня утешать твое и мое сердце, Он сегодня хочет укрепить тебя, чтобы ты, житель земли, имел силу проповедовать Слово Господнее, чтобы мы, жители земли, имели свет, и этот свет светил в сердцах наших, и не только в сердцах, а окружающие видели свет нас, пусть Бог благословит. И мы в этой молитве, братья и сестры, давайте обратимся к Господу и попросим, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь укрепил нашу веру, чтобы Господь, может быть, где мы пошатнулись, может быть, где-то мы отступились от путей Господних, чтобы нам в этом служении получать силу, чтобы Слово Господнее говорить, Господь призывает, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Пусть Бог каждого из нас благословит, живущего на этой земле. Обратимся в молитве и Богу! Слава Тебе, Господи, Албопоящий, Ремене Главене, Слава Тебе, Бала Тебе, Аллилуйя, честь и поклонение, Богу нашему, слава, слава Творцу, Аллилуйя, Ремене Главене, Ремене Главене, Ремене Главене, Слава Ночи, укрепляй нашу веру, силы дай для служения, Аллилуйя, в крови нет силы, Господь, но у Тебя крепость наша, и укование наше, и твердыня веры нашей, слава Тебе, Аллилуйя, Тебе служили племена, служили народы, где оставались в свете, и Ты, Бог, сила наша, и есть, Бог, сегодня, слава Тебе, и есть, Бог, вчера, и Ты будешь, Бог, завтра, слава Тебе, Аллилуйя, Ремене Главен, и заскипет, Ремене Гинер, Ремене Главен, и сегодня желаешь укреплять наши сердца, и сегодня желаешь обогащать нас, и Духа Святого, живущих на земле, Господь, мы церковь Твоя, и глубиться Твоя, Аллилуйя, оболочи от меня, Крады, и пройдет усилий, даже мне, был сладой, как нужно вера, Крады, как нужно, Господи, Твоя сила, чтобы противостоять слуг с Той, чтобы устоять в истине, в Боге, за благодатьствие, за веру, за учение, истин, Крады, истин, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Аллилуйя! И Ты воскрес из мертвых! Аллилуйя! Слава Тебе! И смерть уже не имеет власти, и Ты даешь нам жизнь, Ты дал ее! Слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Посиди у нас на небесах! Аллилуйя! Милость Твоя велика! Слава! Слава Сыну Божьему! Слава Ангцу! Аллилуйя! Честь Тебе величия! Среди народа Твоего примы хвалу! Прими честь и поклонение! Аллилуйя Тебе, Сыну Божьему! Слава Тебе! Аллах Отче! Великое Ты садила для нас! Будь превознесен! Будь прославлен! Великий Бог, Отец, Сын и Святый Дух! Амин! Отче наш! Слушай на небеса! Да светится имя Твое! Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя! И на земле, как и на небе! Хлеб наш на суши подавай нам на каждый день! И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого! Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки! Аминь! Слава Тебе, Слава Тебе! ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Вашого часу не забрал. Но я понимаю, что кто сюда приходит, братья и сестры, он переживает. Знаете, сосредоточуешься в думках, как правильно мы стоим перед Господним лицем. И, кажется, не даремно, час занятий и быстро, и чтобы было все благословенно, хай Бог благословить всех нас, братья и сестры. Допоможе нам, чтобы мы могли прославить Господа, который подарил нам это собранье. Багато, кто, возможно, не пробудился за эту ночь. Багато, кто вошел в вечность, много, возможно, кто захворел. Но мы имеем этот час, слава Богу. Мы снова перед Господом, мы снова можем слушать Его Слово. И мы дякуем нашему Богу, что Он помогает нам. Что Он говорит нам, что Он не лишил нас своєї уваги, братья и сестры. Но мы дороги для Него. Мы дороги для Него, так как в свой час были дороги для народу израильского. Мы читаем, что апостол Павло до евреев говорит, что Бог многократно и многообразно говорил до народу израильского. Он говорит всякими способами. Он говорит в притчах, он приводил приклады для народа Израиля. В прообразах. Он брал из языков людей. И ставил приклады для народа израильского, чтобы посмотреть на них. Они не знают меня, но они поступают правильно и справедливо. И Он мав дело с этими людьми, братья и сестры. А для нас, говорит, в последние дни Сиев говорил в Синне своем. Слава Богу. И через него мы имеем такий благословенный час. И можем славить его святоим имя. И Слово Божие говорит, так как мы имеем это собрание, то мы читаем, Аввакум каже, что я став на сторожу свою и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он мне и что мне ответить по жалобе моей. Кожи из нас, братья и сестры, Хай Бог благослови, что мы стали на сторожу свою. Каже, что я на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Мы все имеем нужды, мы все имеем переживания, мы имеем проблемы какие-то. И знаете, никто из людей, возможно, не может нам допомогти. Багато есть такого, что не могут понимать. Но Бог один, Он может понимать каждое сердце. Он наши вдохи понимает, братья и сестры. Он наши мысли знает. Он все понимает. И Он может помочь. Он один может помочь. И хай нас Бог благословит, чтобы мы были готовы до слушания Слова Божьего. Как и Клисианск каже, будь готов, когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногой своей. И будь готов более слушать, чем жертву приношению. Он хочет, возможно, что-то сказать сегодня для нас. Потому что не напрасно. Он собирает. Мы дорогие для него, братья и сестры. И он печется про нас. На днях мы слушали слово, где проповедник говорит, «Ибо я один знаю намерения, какие имею у вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот такие его намеры, братья и сестры, чтобы благословить нас, чтобы конец наш был хорош, как было сказано для Еремии. Кажется, конец твой будет хорош, братья и сестры. Чтобы нам было добре с ним. И конец нашего жизни был, как мы читаем, «Житие вечное». Кажется, он только знает намерения, которые имеет для нас. Благие, добрые намерения, братья и сестры. Мы будем уважны до слушания слова Божьего. В другом месте написано, каже, апостол Павло, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердце вашего, как во время ропота». Братья и сестры, как важно не ожесточити своего сердца. Как важно принятие слово Божье. Мы читаем, когда Христос ходил по земле, другие уже ожесточалися, а другие принимали его слово, другие рады, братья и сестры, как важно направить себя в ту сторону, чтобы покориться Господу. Я понимаю, это будет благо для нас, братья и сестры. Хай Бог нас всех благословит, допоможе нам. А его голос нежный, он звучит до нас. В свой час, там, в нашей стороне, на Украине, была сестра, ее внук говорил, каже, мы все знаем, с нашей стороны Параска, я с ней уже говорил, и каже, вона чула голос Божий, вона служение пророка несла, и чула голос Божий. И говорит, что цей голос був настольки нежный. Вона говорит, я его никогда не спутала, ни с каким другим голосом, братья и сестры. Каже, настолько нежный голос Божий. И вона несла это служение. Хай Бог нас благословит, чтобы мы научились слушать голос Божий. Каже, я спеваю таки псалом, научи меня среди тысячных, голос слышать лист твои, братья и сестры. Научи меня за тобой идти в край желанный, дорогой, среди тысячных, среди всех этих голосов, яких так много, на этой земле, обманчивых, знаете, не искренних, не щирих, які ведут в другу сторону, але каже, чути твій голос, голос слышать лишь твой. Хай Бог нас благословить. Я хочу прочитати слово Господне, де в свій час Бог говорив до народу ізраїльського, де в свій час Ісус Христос тоже подібными словами говорив до учнів, до всього народу, який приближався до нього, такі слова про Кисая в п'ятий главе, ми вже знаємо, це місце священного писання, але хай Господь допоможе нам, щоб ми брали це слово в своє серце, в свій час одна сусідка нашого там на Україні, дякона, він йшов на собранні, вона все дивилася, все йде і Біблію тримає, все ходить з Біблією, йде на собранні, і вона говорить, що ви все време з одної цієї книжки читаєте. Він говорить, да, каже, як так, вона не могла зрозуміти, скільки років, він все време з однією книжкою ходить, і одну книжку читає, але, браті і сесарі, це глибина, і через цю книгу Бог говорить до нас. І я читаю п'ята глава про киса, і каже такі слова, «Воспою, возлюбленого моєму, песь возлюбленого моєго, о виноградніке його, у возлюбленого моєго був винограднік на верчині уточненої гори, і он обнес його ограду і очистил його від камнєй, і насаділ в ньом відборні виноградні лози, і построїл башню посреді його, і викопав в ньом точило, і ожидал, що он принесет добрі грозди, а он принес дікі ягоди. І ныне жителі Йерусаліма, і мужі іуді, розсудіть мене з виноградніком моїм, що іще надлежало би зробити для виноградніка моєго, чого я не зробив йому, почому, коли я ожидав, що він принесет добрі грозди, він принес дікі ягоди. Оцей винограднік, який був у возлюбленого, на це така пісня проспівав пророк, і каже, цей був винограднік, і було зроблено все, я прочитав, каже, і він обніс його градою, і очистив його камній, і цей виноградний посаджений був на вершині уточненої гори, на самій кращій почві, і каже, і насадів в ньому відборніє виноградні лози, і построїв башню посереді його, і викопав в ньому точило, і ожидав, що він принесе добрі грозди, а він принес дікі ягоди. І в нашому повсякденному житті, браті і сестри, ми, можливо, не раз садили дерева чи ще щось, і ми все робили для того, щоби мати добрий урожай. І знаєте, з яким зажаленням ми, можливо, дивилися, якщо, ну, чи не вродило, чи не був добрий плід, знаєте, і ми все робили для того, щоби плод був, щоби те, що ми робимо, воно було благословенним. І свій час Господь для свого народу все робив. Очистив його от каміння, каже, построїв башню. І башню вони строїли для того, щоби наблюдати і зберігати цей виноградник. І в церкві Божій, знаєте, Бог все необхідне зробив, каже, на стінах твоїх Єрусалім я поставив сторожей, котрі не будуть умолкати ні днем, ні ночі, о ви напоминаєш, що Господі не умолкайте. Все він зробив для того, щоби в церкві було благословіння, браті і сестри. Насадив, каже, отборне виноградне лози, викопав точило, тому що ожидав, що буде добрий плід. Браті і сестри, обніс оградою, щоби ніхто не ворвався в цей виноградник. Така його забота, браті і сестри, вона була, ми читаємо старий заповід, ми бачимо про народ ізраїльський. Так було, браті і сестри, Бог забороняв царам приближатись до його помазаників, щоб вони не робили зла для них. Ми так читаємо в Слові Господньому, все Бог зробив, велику працю, великий труд і чекав, що цей виноградник принесе добрі плоди, браті і сестри. Але не так сталося, не так сталося, цей виноградар чекав. Плоди були дикими, браті і сестри. І він говорить такими словами, що і що надліжало б зробити для виноградника моєго, чого я не зробив йому, почому, коли я очіпав, що він принесе добрі грозди, він принес дікі ягоди. І там таке велике предостереження, можна сказати, такий вирок, Бог говорить для ізраїльського народу, що ви цей виноградник, ви, і каже, я все зробив. І він виносить такий суд для цього виноградника. І ми читаємо ці п'яті глави, там описано все, що було в той час в народі ізраїльському, що вони робили, чим вони займались, і за що гнів Божий за все це приходив до них, браті і сестри. Хай Бог нас благословить, що ми розуміли, каже, я все зробив, я все зробив. Апостол Петро каже, що все дав необхідне для нас, для життя і благочестя. Все. І в цій країні, браті і сестри, ми розуміємо, що все, все Бог дав необхідне для життя і благочестя. Не можемо нічого сказати, що щось немає, але, браті і сестри, він чекає плоду від нас. Він чекає плоду від нас. І Євангеліє від Луки, там Христос теж говорить таку притчу. 13-та глава каже, і сказав цію притчу, нєкто імєв виноградніке в своєм посажену смоковницю, і прийшов іскать плода на нє, і не знайшов. І сказав виноградару, «Вот я третий год прихожу іскать плода на нє, і не знайшов. Сруби її, на що вона і землю займає?» Но він сказав йому відповідь, «Господин, остав її і на цей год, поки я окупаю її, і обложу навозом, не принесет ли плода? Якщо ж немає, то в следующий год срубиш її». Отака притча Христос сказав до народу, братья і сестри, каже, що нєхто імєл посажену смоковницю виноградніке своєм. І прийшов шукати, вже третій рік, прийшов шукати плода. Шукати плода, братья і сестри. Я в свій час посадив грушу і не було плода. Може, два роки, і мені підказали, що ти обріж вверх дерева. Знаєте, я так зробив і на другий рік був обильний плід. І каже такі слова, каже, третій год прихожу іскати плода на цій смоковниці і не нахожу сруби її, на що вона і землю займає. Но он сказав йому в ответ, господин, остав його і на цей рік, поки я окупаю і обложу навозом. Поки я окупаю і обложу навозом. Я зроблю все для того, щоб вона змогла принести плід. Я потружусь біля неї, знаєте, всі услові я зроблю і, можливо, вона принесе на четвертий рік плід, братья і сестри. Ми повинні, кожен із нас провіряти своє життя. Можливо, до нас вже третій год приходить садовник, приходить цей садовник і чекає від нас плоду, братья і сестри. Іван в цей час говорив, що вже сікіра у корня дерев лежить, всяке дерево, яке не приносить плод, струбають і бросають вогонь. І нижче там каже, лопата його, в руки його он очистить гумно своєї, і пшеницю соберуть в житниці свої, а плевели сожжать огнем неугасімим. Як належить нам провіряти своє серце, провіряти своє життя, дивитися, яким ми є перед Господом. Всяку від, яка не приносить плода, говорить, він оцікає, а яка приносить плід, то він очищає, щоб боліє приносило плід. Браті і сестри, ми всі потрібні для Господа. Ти і я потрібен для Господа, браті і сестри. Він хоче, щоб ми були близькі до нього. І він говорить до нашого серця. Браті і сестри, я знаю такий випадок, там в нашій стороні була сім'я з того села нас проповідував, там брат, і він так точніше розказував. І він говорить, що була жінка віруча, чоловік не віручий, вона десь була на откровенні, і було сказано, щоб вона сказала йому, щоб він навернувся до Господа, щоб він оставив би свої путі, що він прийшов би до Бога, знаєте, раз так було, він на це не звернув уваги. І якось так знов це повторилося, і Бог їй говорить, що вона сказала, тому що каже, прийде час, люди тоби не поможуть, що люди йому не поможуть, і я, каже, відвернуся від нього. Наші люди з цієї сторони, вони, може, знають, цей випадок, десь років, може, більше п'яти до десяти, може, пройшло, може, менше. І говорить, свій час вони пішли, в нас річка між селами протікає, вони пішли в наше село, зимою було, і там в гості, погостювали, вечором вони йшли назад, і він провалився, він перший ступив і провалився. І, знаєте, почали крик, люди почали збігатися, хто з досками, хто з віровками, хто що ні, скидали, помагали, робили все для того, щоби врятувати, він тримався. І, знаєте, він пішов під лід. І, наскільки я знаю, що, мабуть, і вони знайшли до цього часу, браті і сестри. Каже, прийде час, коли і люди не поможуть, і я відвернуся. Браті і сестри, як то страшно, як то страшно, коли Бог починає производити свої суди. Як то страшно не цінити Словом Божим, браті і сестри. Як то страшно. Але Господь до нас говорить своїй милості. Він зібрав нас в Дом Милосердія. Тут проїсходять і перев'язки, тут проїсходять операції. Тут возлівається Єлей, браті і сестри. Тут утішення Бог являє, милість Бог являє. І як хочеться, щоби всі ми підійшли ближче до Господа. І якщо ворог нас догнав в якийсь глухий кут, знаєте, це його справа, він хоче, щоби в нас не було просвету, щоб ми були в такому куті, щоб ми не бачили ніякого виходу, браті і сестри. Я в свій час чуть переживав таку дорогу, знаєте, немає виходу. І мислі, мислі, і не знає, що робити, браті і сестри. І вогонь, і пече в грудях. І знаєте, це його робота, щоб людина навіть руки на себе наложила, братья і сестри. Але Господь, він не помінявся, він чекає всіх нас. І якщо ти просрежеш свої руки до нього, він почує тебе, він візьме тебе за руку і підніме тебе, як казав свій час Давид, підняв мене із тенистов болота, з глибоких вод. Він поставить тебе на тверде основання, братья і сестри. Іди до нього. Він чекає тебе, він любить тебе, він хоче мати справу з тобою, зі мною, з кожним із нас. Хай Бог нас благословить. Ми співаємо такий псалом. Він чекає тебе вже багато літ, як батько, сина ніжно вигляда. Братя і сестри, він чекає. Можливо, ти пішов своєю дорогою, можливо, знаєте, ти не маєш відповідь від Бога. Як свій час одна сестра вона вирішила ще раз побуду і відійду. І більше не прийду. Але, знаєте, в той момент там було Слово Господне для її серця. І вона в сокрушенні каялась. Бог простив її грехи. Бог дав їй вихід. І вона раділа, що Господь бачить її, що Господь потішив її, що Господь підняв її, братя і сестри. І ми співаємо такий псалом. Якщо ти захочеш обратитися в мир греха забив Ісуса путь, не забудь прийти к нему проститися і последній раз в глаза його взглянути. Братя і сестри, не забудь. Каже, прийти к нему проститися і последній раз в глаза його взглянуть. Ми розуміємо Петра, який відрикся від Господа. Але, знаєте, коли їхні очі зійшлися, коли їх очі зустрілися, їх очі зустрілися, він гірко заплакав. Він каєвся. Братя і сестри, давайте прийдемо до Господа. Він всіх нас любить, він всіх нас чекає. Йому слава. Аминь. Аминь. Дякую за перегляд! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Грехи в корелеве только состоят, Ибо я, Господь, твой храмоногалдос, Который ставлю на носах и вижу храмоногалдос, О, у меня кажется, что я в силу у тебя, А сила у меня, когда выглазит, Укройся, храмоногалдос, во мне, И устоишь, говори Господь, аминь, аминь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 И дальше говорится уже к нам. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, 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 Виноградная лоза. Отец мой виноградар. И та ветка, которая питается этими соками, та ветка, которая каждый день, она находится на этой лозе, она питается этими соками, она приносит добрые плоды. Как брат Анатолий предо мной читал это место, говорит, что я уже третий год прихожу и не нахожу плода, срублю ее, для чего она и место занимает. Друзья мои, дорогие братья и сестры, как здесь говорится, прибудьте во мне, и я вас, как вет, не может приносить плода сама собой, и если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я, соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Братья и сестры, Церковь Господня, я хочу сегодня призвать каждую из вас, не имеет значения, какого вы возраста, или ты юноша, или ты подросток, еще сегодня на этом месте, но если ты в своем сердце видишь, что ты не исполнял заповеди Божьи, а сегодня, может быть, ты просишь, Господи, наполни мое сердце Духом Святым. Братья и сестры, так не бывает, так не бывает. Друзья мои, если любите, кто любит меня и исполняет мои заповеди, мы придем туда и обитель у него сотворим. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедал вам, я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Сие заповедую вам, я пропускаю, сие заповедую вам, да любите друг друга. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы сегодня каждый из нас посмотрел в себя, как сегодня эта любовь распространяется через меня на других, как сегодня эта заповедь Иисуса Христа, эту заповедую вам, да любите друг друга. И когда вы будете любить друг друга, Христос сказал, я обитель сотворю, я умолю Отца моего, и Он даст другого утешителя. Тогда сегодня Господь, друзья мои, каждому из нас, вот это стремление угодить Господу, стремиться жить жизнью угодно Ему. Сейчас мы будем идти к молитве, я хотел бы призвать, если брат и сестра не имеют значения, кто ты есть, или просвитер, или подподросток, но если ты замечаешь за собой, что ты не угождал Господу, вчера и третьего дня Господь хочет у тебя искренного покаяния, Господь хочет у тебя искренного раскаяния сердца твоего, и когда ты раскаешься пред Ним, тогда ты сможешь быть в этот источник Божий, тогда этот источник Божий, он будет открыт для тебя, и ты сможешь, как написано, еще рево потекут рек и вода живой, когда ты будешь стремиться, прилагать старания, исполняя заповеди Господни день за днем, день за днем, друзья мои, исполняя заповеди Господни дома, на работе, в школе, не имеет значения, где я нахожусь, но я люблю Господа моего, и я хочу Ему служить. Друзья мои, это должны быть наши отношения с нашим Господом. Я скажу такой кратенький пример, я работаю на работе, у меня есть Босс, и я знаю, в чем я могу к Нему подойти, у меня есть с Ним свои отношения, у меня есть с Ним свои отношения, друзья мои, но эти отношения, они не пришли с первого раза, они не пришли от того, что я подошел к Нему и сказал, будь ко мне хорошим, пожалуйста, относись ко мне по-хорошему, если бы я так подошел, ну-ка, это было бы неразумно, но день за днем, год за годом, он приходит ко мне и, бывает, задает какой-то вопрос и говорит, я тебе доверяю, как ты скажешь, я тебе доверяю. Вчера подошел он ко мне и говорит, Толя, скажи, там у него был разговор с другим человеком, и подходит, скажи, я с Ним грубо разговаривал или не грубо, как ты скажешь, я тебе доверяю, пожалуйста, если надо, подскажи мне. Друзья мои, я хочу просто мысль сказать, не то что о себе, но мысль. Он ко мне подходит так или я к Нему подхожу, потому что в нас выстроились какие-то отношения. День за днем, месяц за месяцем, год за годом у нас выстроились отношения, и я к Нему могу подойти, и Он ко мне может подойти, и я Его могу что-то спросить, и я знаю, что если Он может, Он мне поможет. Он сделает для меня то, что я Его попрошу, потому что вчера и третьего дня я старался делать правильно, я старался поступать правильно там на работе, где я работаю, точно так же с нашим Господом. Друзья мои, если я вчера неправильно поступал, если вчера делал какой-то грех, и сегодня, Господи, наполни меня Духом Святым, друзьями, так не бывает. Нужно искреннее раскаяние, братья и сестры. Некогда Иоанн сказал, принесите плод покаяния. Друзья мои, принесите этот добрый плод покаяния, и тогда Дух Святой придет, тогда Дух Святой наполнит. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и таз вам другого утешителя. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Кто любит меня, тот соблюдает Слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и убитель у него сотворим. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я, соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Тогда Господь сегодня нам, друзья мои, восходя из этого места, помнит, брат Виктор бывает так напоминает, это правильно, наше собрание заканчивается, но служение наше пред Господом, оно продолжается. Когда я дома, когда я на работе, когда я в тайной комнате, когда я в спальной комнате с компьютером, друзья мои, служение мое продолжается, и Господь видит меня, и Господь видит тебя, и поэтому мы идем к молитве, и если ты видишь, ты неправо поступал пред Господом, Господь ожидает и тебя искреннего раскаяния, потому что Он видел тебя, Он знает глубины сердца, Он знает тайники сердечные, друзья мои, от Него ничто не скрыто, но все открыто пред лицом Его, и придет время, и мы Ему дадим отчет, склонимся при Нем молитве. Аминь. Слава, слава, слава! Слава, 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 слава! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Слава Господу, братья и сестры! Мы привет принимаем и благодарим за привет. И передавайте взаимно. У нас, друзья, есть некоторое объявление, и мы будем совершать молитву за нужды. Значит, первое объявление. Сегодня наша молодежь, она потрудилась и приготовила пищу для того, чтобы им иметь какие-то средства на миссионерскую поездку на Украину. Будут ехать две группы. Пожалуйста, когда вы выйдете, вы можете поучаствовать в этом служении, приобретая эту пищу. Да благословит вас обильно Господь! Также второе объявление. Вечером у нас будет два сбора. Первый сбор будет на церковные нужды, а второй сбор будет на миссионерское служение. Также он будет направлен в этом направлении. Потому что мы с вами понимаем, друзья, что молодежь трудится, она делает это от сердца, от души. Ну, там, может быть, не так достаточно будет средств для того, чтобы им совершать эти поездки. Но если мы еще сделаем дополнительный сбор, мы будем иметь благословение для наших семей и благословим эту молодежь для этого труда. И будем их в этом поощрять. Слава Господу! Также, друзья, у нас будет сегодня вечернее служение. Вечернее служение. И такая просьба, братьев, наша общая просьба, не оставлять этого служения, потому что сегодня такой праздник, вы знаете, Mother's Day. Может, кто-то будет общаться по домам или где-то вместе будет с родителями. И это хорошо. Особенно молодежь мы просим, не оставляйте служения. Будем все вместе вечером на этом служении. А также такая просьба от всех братьев. Если кто будет выходить сюда трудиться, особенно петь псалмы, пожалуйста, проверьте ваши фонограммы, чтобы эти фонограммы, они были с церковной музыкой. Друзья, я думаю, вы понимаете, чтобы там был и ритм правильный, и музыка была правильная. Да благословит вас Господь! Еще одно объявление. Значит, в субботу, которая будет, следующую субботу, у нас в церкви будет такое объединенное подростковое служение. И такая просьба, оно будет на 10 часов утра, чтобы братья-служителя были на этом служении. Также по возможности родителей, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы ваши дети были на этом служении. Будет также отдельные беседы проводиться с этими детьми, отдельно с сестрами, отдельно будут с братьями проводиться беседы, для того, чтобы наша молодежь, наши подростки, они были благословенными, и чтобы они могли свой путь начинать правильно, по Слову Божьему. Это прощение к родителям, да благословит вас обильно Господь! Я буду читать сейчас нужды народа Божьего, но я очень кратенько прочитаю Слово Божье, и мы с вами будем молиться за нужды. Написано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, я повторяю это слово, вы его хорошо знаете, 9 стих. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Слава нашему Господу Иисусу Христу, друзья мои! Иисус Христос сказал, «Я есмь дверь». И Он не просто пришел, а отдал Себя самого для того, чтобы мы с вами сегодня не просто имели такое хорошее служение вместе в хорошей обстановке, но вечную жизнь, и не просто вечную жизнь, а вечную жизнь с Иисусом Христом. Слава Ему, друзья! Мы будем читать нужды народа Божьего и будем вместе молиться. Благодарность Богу за Его любовь и милость, за то, что Он проводит долиной смертной тени и не лишает милости, дает сил моей жене, а также всем друзьям спасибо, которые молятся за мою жену, брат Виктор. Мы еще будем молиться за вашу жену, брат Виктор. Да благословит вас Господь и Богу слава! Дорогая церковь, прошу помолитесь за перелет в Украину, туда и обратно, и чтобы Господь по милости своей благословил пребывание там, просит брат Степан, будем молиться. Прошу молиться за сестру, она будет проходить собеседование 15-го числа, чтобы ее пропустили сюда на постоянное место жительства, а также за маму, она болеет, спасибо, сестра Оля просит. Помолитесь Богу за перелет сестры с Украины сюда, пусть Бог благословит ее и ангел сопровождает ее в пути, просят родные. Дорогая церковь, помолитесь за дочь, чтобы Бог явил милость и дал благополучные роды, просит мама. Прошу сердечно, помолитесь, чтобы Господь укрепил меня духовно и телесно, сердечно благодарю, сестра. За родных на Украине, чтобы приняли спасение, помолитесь, церковь Христа, просят друзья. Дорогая церковь, помолитесь за моего мужа, пусть Господь по милости своей откроет его глаза, даст покаяние и вернет в церковь, просит жена. Да благословит Господь и жену, чтобы она была благословена, как написано в Слове Божьем, без слов написано, приобретаемы были. Прошу помолиться за Эдика, чтобы Господь разрушил все замыслы врага, против него просит сестра. Помолитесь за сына, о его покаянии, он где-то ночами ходит, прошу помолитесь, чтобы Господь с любовью постучал в его сердце, просит мама. Помолитесь за мою большую семью, о духовном обновлении, поддержите, чтобы было желание читать Слово Божие и молиться, верю в силу кровь Христа и очищение и победу над грехом, просят родители. Дорогие друзья, прошу помолиться за семью сына, чтобы Бог дал им мир в доме и покаяние, а также за всех детей моих и их семьи, чтобы все служили Богу, благодарю, просит мама. Церковь Иисуса Христа, прошу вас, помолитесь за детей, чтобы Бог укрепил духовно и устроил все по его воле, просит сестра Лена. У кого есть, друзья, еще благодарность Богу или нужды, пожалуйста, скажите, мы вместе с вами будем молиться. помолимся, Господу, и благодарность Бог принимает вашу. Будем благодарить. Помолимся Богу. Помолимся, бродимый, за деток ваших. Братья и сестры, поддержите нас в молитве за нашу дочь Анну, она сейчас на Украине находится и такие обстоятельства, что в Виннице ей не могут сделать операцию, надо только в Киеве делать. Такая ситуация, что надо помолиться Богу, чтобы Бог помог ей правильно там принять решение, как поступить, давать согласие, не давать на эту операцию. Помолимся, чтобы Бог ей помог. Братья и сестры, мы встанем. Да, пожалуйста. Помолимся, друзья. Встанем и вознесем молитвы Господу. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы все стоим при лице Твоем, святы. По великой милости и благости Твоей хранимы Тобою до этого дня и часа. Ты даровал нам жизнь, дыхание и силы, и мы еще живы на земле. Слава Тебе, Иисус! Господи, прими благодарение за Твои великие милости, за то, что Ты открыл нам дверь спасения, за Твою великую любовь и благодать, за силу Твоего Святого Духа для исцеления, для прощения. Аллилуйя Тебе, Господь! Это милость Твоя, слава Тебе! Аллилуйя Тебе, Иисус! Благослови церковь Твою, это Твоя, Господи, голубица, возлюбленная Тобою, предстоит предвеличием славы Твоей. На земле живы, и я прошу Тебя, пусть Твое святое око будет, Господи, всегда надзирать для Твоей славы во благо народа Твоего. Господи, Ты слышал и знаешь, Иисус, все эти нужды, которые мы вместе с народом, с церковью Твоей несем при лице Твое святое, я прошу Тебя, прими благодарность прежде всего. Ты слышал благодарности и в скорбях. Брат Виктор благодарит Тебя и просит за жену помолиться. Мы молимся, Боже, за его жену. Ты знаешь, что состояние болезни трудное, и мы просим и молим Тебя, дай Твою милость, дай благодать Твою, укрепи ее духовно и телесно, да возрадуется душа ее, и вся семья ее добудет благословена Тобою. Дорогой Иисус, Ты знаешь, сколько просьб и нужд. Благослови, Господи, эту предстоящую операцию для Ани, которая находится там, на Украине. Ты видишь, это сложная ситуация в ее жизни и с ее здоровьем. Мы просим Твоей милости, Господи, благослови руки врачей, которые будут совершать эту операцию, если Ты допустишь до этой операции, Господи, и дай Твою милость и успех в этой операции, и Твое благословение, Ты сам пошли, дай Твое исцеление, ибо врачи могут сделать только от счастья, а Ты можешь сделать совершенно все. Соверши себе по Твоей воле, для того, чтобы сестра Аня имела здоровье, и милость, и радость от Тебя. А также Ты видишь, Господи, эту душу, сестру, которая приехала с Африки, заболела малярией, Господи, во имя пролитой крови Твоей, умоляем Тебя, яви Твою милость, исцели, не допусти никакого осложнения, но да будет она исцелена Тобой во имя Иисуса Христа, ибо она трудилась для Тебя и для славы Твоей, не допусти никаких осложнений, Господи, исцели и помилуй. Ты также знаешь эту сестричку, которая пойдет в роддом Божий, для того, чтобы принять это благословение, и мама просит за нее, я прошу Тебя, благослови ее, благослови предстоящие роды и младенца, которые должны родиться, дай ему здоровье, милость и мир, и врачей благослови, которые будут там помогать в этом, обильно благослови, Боже, ты знаешь, сколько у нас есть друзей, которые будут отправляться в путь, в переездах, в перелетах, на самолетах, прошу Тебя, сохрани весь этот транспорт, и в самолетах, и в машинах, когда будут ехать наши друзья, огради Господь и приведи к той цели, куда они стремятся, в церковь Господи, в дом свой, или в гости, Иисус, ты обильно благослови, пусть Твой Божий мир будет в их сердцах, и помоги нам бодрствовать в смирении наших душ, ты знаешь, также нужды, Господи, о всех тех, о которых просят, чтобы они покаялись, коснись этих сердец, дай им Божий страх, я Тебя умоляю, Иисус, и приведи встан народа Твоего, возрадуй родителей, возрадуй жен, возрадуй мужей, возрадуй Господи, бабушек и дедушек, да придет Твоя милость и Твоя благодать, а также еще прошу Тебя за тех, кто не смог быть с нами сегодня, но они в болезнях, о которых не написали записок, а Ты знаешь их имена, Ты знаешь их скорби, вздохи и переживания, и они сейчас молятся Тебе, Господи, вместе с Твоим народом, но не имеют возможности быть здесь, я прошу Тебя, благослови, оврачуй, утешь и поддержи, и в этот день, Господи, благослови, Господи, всех матерей, я прошу Тебя, Иисус, и бабушек, Иисус, благослови, и молодых матерей, Господи, благослови, семьи благослови, благослови, Господи, также и отцов благослови, и в этот день также, прошу Тебя, пусть будут семьи устроенные, благословенные, для Твоей славы, продли еще милость Твои, вечернее служение, Ты благослови на этом месте, и во всем этом, да прославишься Ты, а за все Тебе слава, царю царей, отцу и сыну, и святому духу, аминь, благодать, Господа нашего, и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами, аминь. Да благословит Вас Господь.